Всем доброе утро, привет! Доброе утро, Ваигра! Подключаемся. Сейчас начнем трансляцию. Темы, темы. Про доказательства мы с вами начали. Про это мы с вами и продолжим. Вот так все понеслось. Доброе утро. Так, вот я вижу, Мария Шувалова. Десять. Миньян уже есть. Сразу. Это самый быстрый, самый оперативный миньян в мире, наверное. Так, доброе утро всем. Всем привет, Натали. Здрасте. Это не Мартини. Да, доброе утро. Всем привет. Написано, мы в Перке вот с вами учили, что тот, кто... Как там, разговоры с детьми долгие. Пить, выпивать с утра, это там, то, что выводит человека из мира. Но это вода. Это просто совпадение. Это совпадение. Так. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, поехали, да? Видно хорошо, слышно хорошо, все хорошо. Супер. А, еще последний вопрос. Вот здесь, вот здесь вот где-то по краям нету такой черной линии на меня все время. Я просто плохо вижу сам. Скажите, нету ли... Не нужно ли поднять камеру чуть-чуть выше? Да, все, поехали, да? Значит, мы с вами обсудили, сказали, что если ты не можешь как-то логически обосновать свои убеждения, скажем так, то почему у тебя должна быть одна система убеждения, а не другая? То есть, почему ты предпочитаешь, там, я не знаю, Тору, вообще веру в Бога, чем не верю в Бога, да? То есть, нужно, должны быть какие-то обоснования этому. Линия нет, бомба. Значит, теперь мы привели одно обоснование. Мы сейчас занимаемся чисто пока что вопросом, даже не, еще не доказательства, там, Торы, а чисто вопросом пока что, можно ли, как я могу узнать, что есть Бог вообще? Все, ни пятен, ни линии. Значит, первое доказательство было из причинно-следственных связей и то, что у всей... То есть, все в мире причинно-следственное. Это вы можете видеть прямо. То есть, почему есть вот эта трансляция? Потому что я нажал кнопку. Почему я нажал кнопку? Пошел сигнал. Почему пошел сигнал? Потому что и так далее. Почему это было? Потому что я выучил какой-то материал. Да, Альбина, здравствуйте. Большое, кстати, вам спасибо за... У вас очень полезные отзывы про курс про семейные отношения. Очень полезные, Альбина. Спасибо. Значит, так. Теперь это было про причины и следствия. Первое доказательство, что эта цепочка не может быть бесконечной. Должна быть первая причина. Второе было из сложности и упорядоченности мира. Что мир очень сложный и очень упорядоченный. И как мы из этого видим? Сегодня обсудим следующие вещи. К предыдущему уроку чуть-чуть добавлю. Есть такая книжка. Мне кажется, я забыл про нее сказать с таким громким названием «Смерть атеизма». Значит, и там человек, он математик. Математик и биолог по совместительству, я так понимаю. Так он показывает, что вот эта ДНК-трансформация, как она произошла, она, даже если она и произошла так, как об этом говорят, она не могла произойти случайно, а должен был быть направляющий, что это математически исключено, потому что там вероятность того, что вот эта вся наша цепочка внутренняя, она сама сложилась. Это 10 в степени, ну, в общем, в математике 10 в степени минус 50, то есть это 50-0, потом 50-0 и единица. Это уже считается то, что, ну, не берется в расчет вообще, а возможность там с какого-то зарождения, потом самоконструирования жизни, это 10 в степени минус, и там дальше, я не знаю, не помню, там 5-7 знаков. В общем, там очень большая цифра. Это есть такая книжка про это. Значит, теперь доказательства, одно из которых, я хочу привести сегодня два таких, они не то чтобы, то есть если первые два, которые мы приводили, они такие философские, логические, то те, которые сегодня, они такие уже не настолько, то есть первые были более философские, сегодня будут такие, просто как бы идеи, идеи такие определенные, то есть это нельзя сказать, что это что-то там научное или такое, но это для человека, это да, что-то значит. И следующее будет, наверное, то есть вот эта вот смерть атеизма, она можно сказать прямо научное такое, то есть оно прямо с цифрами. И после этого, когда мы будем доказывать, что Бог есть из самой Торы, там будет одно доказательство тоже очень математическое, очень такое... Кто проживает в Москве Белодача? Да, значит, оно будет тоже такое весьма научное. Значит, сегодня у нас такие, попроще, значит, одно историческое, можно, я даже не знаю, может быть, назвать его социальное. В общем, есть этот феномен, феномен, как правильно? Феномен, наверное, выживаемости еврейского народа. И это одна тема, которую тоже стоит обсудить. То есть это как бы такое историческое, социальное, можно сказать, доказательство. Я долго его не буду разъяснять, в общем, все про него слышали, вот евреи-то как-то выживают, непонятно как, ломают всю статистику. В общем, это, можно сказать, тоже как бы математическое такое доказательство. У нас есть статистика. Статистика какова? Статистика такова, что есть народ, народ, есть... Ну, то есть есть человек, у него есть, так сказать, срок годности, срок его жизни. И тоже есть народ, у него тоже есть срок жизни, срок его выживаемости. То есть любой народ, любая цивилизация, она вспыхивает, там, римская, греческая, любая, она вспыхивает, и через какое-то там время, я не знаю точных цифр, ну, я не знаю, или там 500, наверное, не больше тысячи, мне так кажется, если так примерно, то цивилизация угасает, превращается во что-то другое, ну, то есть от прошлого уже ничего не остается, и все меняется. Еврейский народ, то есть это статистика, и исключений из нее фактически нет. Теперь еврейский народ, это статистическое исключение из этой статистики. Что такое чудо? Чудо – это нарушение математической вероятности. То есть есть какая-то математическая вероятность того, что это может произойти. Если происходит наоборот, то это то, что мы называем чудо. То есть, например, сейчас вероятность того, что я услышу голос Бориса Малерова из вот этого своего телефона, она крайне мала. Или то, что на меня телефон прыгнет и укусит меня за щеку. Это как бы, то есть это то, что крайне маловероятно. Если бы это вдруг произошло, то это математически достаточно исключено и очень маловероятно, и мы бы назвали это то, что люди называют чудом. Теперь выживаемость еврейского народа в статистике выживаемости, ну, народность и в принципе, она, можно сказать, чудесная. Так, то есть я слышал такие исследования, что евреев, если бы не ассимиляции и не... Если бы не ассимиляции, не вот эти войны и не погромы и убийства евреев, то евреев должно было бы сейчас быть... Ну, за всю историю. То евреев сейчас должно было бы быть не 18 миллионов, а миллиард. Представляете? Миллиард евреев вместо 18 миллионов. Значит, теперь, несмотря на то, что их все время истребляют и так далее, у нас сейчас там 0,2% населения планеты, вот эти 0,2% они почему-то все время остаются в течение всей истории. И это такое исключение. То есть при... в состоянии рассеяния, в состоянии изгнания, в состоянии гонений, погромов, убийств, холокостов и всего такого, евреев уже там 3,5 тысячи лет, они здесь. Так, и это то, что можно назвать нарушение математической вероятности. Ну, теперь, как бы, единственное, как это можно объяснить, да, единственное, как это объяснять, это то, что Бог в Торе пишет, да, там, например, что я вас буду обновлять и вычищать, как серебро, которое переплавляют 7 раз, да, и чтобы осталось только, там написано так у пророка, чтобы остался только стержень народа, то есть самое качественное-качественное что-то. Да, и то есть будет, видимо, какой-то в этом идея, какой-то отсев, но вот этот стержень, он всегда, всегда будет оставаться и, в принципе, вы никогда не пропадете. Вот то объяснение, которому это можно дать, то есть это, можно сказать, тоже такой, это Бог, который участвует в историческом процессе, и это то, что повлияло на то, что я веду эту трансляцию через аж 3,5 тысячи после известных произошедших событий, и имею какое-то генетическое даже отношение к тем любимым, с которыми это происходило, то есть такого нигде больше не наблюдается. Значит, это первая вещь. Вторая вещь, и она вот эта очень интересная такая, это доказательство из, то есть первое историческое, второе, я еще потом приведу такое третье бонусное, но это скорее шутка, чем, для сегодняшнего мышления это скорее шутка, чем доказательство, но оно интересное очень. Значит, то, что я сейчас сначала, второе доказательство из сознания, из самого сознания человека и того, как человек мыслит. Так, в чем суть этого доказательства? Значит, наша логика, она ограничена, то есть у меня всегда есть, то есть во всем нашей жизни есть то, что я знаю, есть то, чего я не знаю. И всегда вот эта область незнания, она всегда больше, чем область знания. Так, то есть я что-то знаю и что-то не знаю. То есть про любую вещь я сейчас кого угодно из вас спрошу, вы мне дадите, может быть, ответ, потом я спрошу, почему это вы мне скажете, может быть, а может быть, уже нет, и так дальше, дальше, и все равно любой человек где-то на каком-то месте у него ответы кончаются. Дальше можно как-то там самосовершенствоваться, что-то узнавать и прибавить себе еще один ответ в цепочке. Но дальше еще есть ответы. Потом ты можешь прибавить еще один ответ. Так вот, если этим заниматься постоянно, то ты понимаешь, что вот этот процесс познания и добавления ответов, он длится бесконечно. Так теперь вопрос. У тебя есть то, что ты знаешь, но есть то, куда ты можешь бесконечно двигаться и расширяться в то, куда ты не знаешь. Но вот это то, что ты не знаешь, оно было всегда там. То есть, это не то, что этого не было. Это ты только сейчас узнал. Но вот это поле сознания, в котором ты двигаешься, это то, что присутствовало всегда. Так откуда это берется? Что это? Что это? Это то, что Бог заложил в мир и в реальность. То есть, это разум, который заложен во Вселенную и в мир. То есть, это бесконечное пространство сознания, можно так сказать. То есть, логика ограничена, но она всегда расширяется. Из-за ее границы есть вот эта бесконечность. То есть, получается, если она куда-то расширяется, то есть поле, на котором она расширяется. Что это? Откуда это? То есть, в любой ситуации можно всегда сделать еще один шаг дальше в своих рассуждениях. И если ты занимаешься этим достаточно часто, то можно быстро понять, что этим заниматься можно бесконечно. Так куда ты идешь? Откуда это берется? То есть, это тоже такой намек, отсылка на некоторое божественное происхождение сознания в том числе. Значит, еще один вариант такой интересный. Да, расширять кругозор. Еще один такой вариант интересный. Например, вот я могу задать вопрос. Ну, то есть, теперь, если продлить эту логику, я могу задать вопрос Марине Шуваловой. Зачем вы на трансляции? Дальше, может, могу кому угодно. Вот давайте, я всем задаю вопрос. Зачем вы на трансляции? Ну, и дальше вот вы сейчас, может быть, мне будете отвечать. Потому что интересно. Потому что, не знаю, я привык, привыкла. Потому что Тора это важно. Потому что, не знаю, потому что у меня время сейчас свободное есть. И я думаю, что бы мне делать? А вот трансляция. Ну, и дальше может быть очень много почему. Потом, например, потому что интересно. Почему интересно? Потому что, ну, Тора это такой подход, там, ценности, все такое. Почему важны ценности? Потому что, ну, допустим. Ну, это как бы, это один из множества вариантов. Потому что, почему Тора это интересно? Потому что, ну, почему ценности это важно? Потому что нужно понимать, как строить свою жизнь, как действовать в мире, как свою жизнь упорядочить, как правильно, вот, найти себя. Почему важно найти? Зачем нужно найти себя? Найти себя нужно, чтобы... Ну, чтобы какое-то было ощущение в жизни такое упорядочное. Ну, то есть, место, что ты ощущаешь, что у тебя есть место в мире, да, например. Что ты чувствуешь, что ты встроен, как бы, в этот конвейер реальность. То, что ты не потерянный. То, что есть то, к чему ты идешь, например. Да, найти себя ты хочешь, чтобы не быть в хауте. Да, потому что заскучаю по Итану. Почему? То есть, зачем тогда на трансляции? Вот, или там, притягивает, чтобы получить новую полезную информацию. Зачем новая полезная информация? Чтобы, там, да, например, как-то более... Чтобы было интересно и весело, там, да, или чтобы лучше знать, как действовать в мире, и как мне себя вести с людьми. Или, там, как мне действовать с Богом. Или, в общем, или, или, или. И дальше, вот, почти все вот эти вот конечные эти в цепочках, то, что я привел, дальше можно спросить, там, в итоге, почему ты доходишь? Зачем нужны вот эти ценности? Зачем тебе нужно в мире сориентироваться и понять, где себя найти? Ну, чтобы ощущение у меня было, состояние такое нормальное поймать такое. Ну, потому что это то, что делает меня счастливее. Совершенствовать себя тоже. Зачем? Ну, чтобы, в общем, все эти вопросы, они так или иначе упираются в плюс-минус любой вообще вопрос, про любую вещь, которую я вам задам, зачем вы делаете, они упрутся в итоге всех рассуждений, либо, либо в то, что, чтобы почувствовать себя, ну, как бы, это то, что делает меня более счастливым. В конце рассуждения это всегда к этому приходит. Либо, может быть, к ощущению, к состоянию того, что я, ну, то, что можно меня назвать хорошим человеком. То есть, я хочу прожить свою жизнь, как, ну вот, это делает меня счастливее. В итоге. То есть, все, что ты делаешь, ты делаешь для того, чтобы оно в итоге привело тебя вот к этой. И это все рассуждения, они сводятся к этой точке, да, если идти до конца. Или, либо, что я хочу стать таким вот человеком настоящим, да, каким-то подлинным таким. To be a good person, да. И дальше, если человеку расшатать вот это вот, а ты что-то не, вот, Владимир. Нет. Нет. Ну, и дальше там, что-то ты, знаешь, ты пишешь как-то не, пишешь ты как-то. И дальше это может у человека ударять прямо не просто в то, что может быть, ну, Владимир все правильно написал, но, например, у него могло бы там это ударить не просто в то, что я что-то плохо написал. Это могло бы ударить сразу там, значит, я плохо пишу, значит, я, ну, и дальше вся вот эта логическая цепочка, значит, я не умею что-то, а может быть, я много всего не умею, а может, я вообще плохой человек. Вот это может быть удар в самую верхнюю эту ценность. Теперь самое интересное в том, что даже если некоторые люди, у них там бывает, что они не могут дать даже больше трех ответов. Те, кто такие замороченные, интеллектуально прокаченные, они могут выдать там цепочку, я не знаю, в 10, в 20 ответов. Но все равно ответы кончаются у любого человека и в любом случае. Так дальше вот это вот, ты хочешь быть счастливым, зачем? Ну можно, может быть, что-то ответить, но опять дальше, но все равно ты когда-то ответы кончатся. И вот когда ты доходишь до последнего ответа, это как раз граница твоего сознания как бы. И ты находишься, как Ньютон писал, что я как ребенок, я чувствую себя в познании этих всех там теорий, как ребенок, который стоит на берегу безграничного океана, я шел по земле, дошел до берега этого безграничного океана, и в этот океан я могу лишь макнуть палец на ноги. То есть ты доходишь до границы своего сознания, и там ты уже как бы стоишь на границе уже чего-то метафизического, чего-то трансцендентного. То есть у нашего сознания есть граница, и мы даже можем ее почувствовать, можем почувствовать, что за этим что-то есть. Так, вот это такое, можно сказать, доказательство из сознания. То есть одно мы с вами рассказали, это историческая и такое статистическая выживаемость еврейского народа. Второе, это что из сознания его ограниченности, и при этом то, что оно все время может расширяться дальше, то куда же ты расширяешься? И последнее, то что я обещал, такое бонусное, что за вопрос, люди хотят духовно взываться, зачем? Зачем, ну не прекрасно, зачем люди, дарить счастье другим? То есть где-то ответы кончаются в любом случае. Значит и последнее, то что я обещал, оно называется онтологическое, так если умными словами. Оно заключается в чем? Это доказательство из понятия. Как можно доказать из понятия Бога того, что Бог есть? Я сначала его скажу, а потом объясню, как вообще люди могли до такого додумать. То есть в сегодняшних аксиомах мышления, как мы мыслим научно, и в принципе, как мышление должно работать, как можешь это доказать, оно так не работает. Оно очень интересное. Значит, Бог это что? Бог это по определению совершенство, а обязательный атрибут совершенства, что оно должно существовать. Совершенство не может не существовать, иначе оно не совершенство. То есть что-то несовершенное, оно может начаться и кончиться, и может иметь границы. Но совершенство, оно везде и всегда, его не может не быть. Следовательно, Бог есть. Поскольку совершенства не может не быть, значит оно есть. Значит, и это называется доказательство из понятия. То есть мы берем понятие, Бог из совершенства, и дальше из самого этого понятия выводим, что это факт. Так? То есть это была такая логика, по-моему, Декарта она была, еще у каких-то философов. Значит, то есть это скорее для сегодняшнего человека это звучит достаточно весело. Значит, в чем идея? То есть должны быть какие-то аксиомы. Это же гениально, просто шах и мат атеисты, да? Значит, в чем здесь идея? Идея в том, что люди раньше, по-видимому, да, в мышлении, в каких-то направлениях, я не знаю, да, они придавали словесным паттернам намного больше значения, чем мы придаем сейчас. То есть сейчас мы говорим, что это все наши там, возможно, просто социальные конструкции. Мы придумали, как обозвать вот эту коробочку, в которую я разговариваю, договорились об этом, и так это называем. Но люди раньше, видимо, подходили к словам более сущностно и вкладывали больше смысл в слова. И, в принципе, возможно, и Тора сама так подходит к этому, да? То есть, в принципе, любое слово Торы, мы говорим, что это не конструкция, а это она как-то вот эти набор букв, он отражает сущность вещи. И Адам там, когда он говорит, что он называл животных, он не то, что он просто на него накладывал какой-то этот набор звуков, а он просвечивал духовным рентгеном такой сущность качеств и энергии вот этого существа и говорил, какой набор звуков и какой набор букв святого языка вот этому резонирует, да? То есть, получается, это отражало сущность, сущность вещи. Теперь, возможно, что-то в этом роде, как тот же, видимо, кто там, Декарт, он к этому подходил, да? Что слова, они несут, то есть, это не просто то, что мы там себе ля-ля придумали, они несут сущность. Теперь, если слово есть и совершенство, у него есть определение, значит, на этом определении мы можем базироваться. А поскольку совершенство, оно должно быть, значит, оно есть, всё, есть Бог, доказали. В общем, я очень, я, это, да, это просто очень гениально. Дети задают бесконечное количество вопросов, но взрослые заканчиваются ответы. Да, ну, да. Всё, значит, мы сегодня с вами узнали ещё два таких пруфа. Первый – это статистически из еврейского народа. Второй – это из сознания и из системы мышления. И третье, последнее, то, что мы сказали, это такое бонусное из самого понятия. Да, дети, кричите в небо, Бога нет, и видят, что мальчик… Да, там, это хороший анекдот, я люблю его, да. Почему молчишь, а он мне что-то не разворачивает? А он… А, вот, а он отвечает. Если там никого нет, зачем кричать, а если там кто-то есть, зачем портить отношения? Супер. Всё, большое всем спасибо за внимание. Да, вам тоже спасибо за позитив. Встретимся когда-то, в общем, через сколько-то дней мы ещё точно с вами встретимся. Всё, пока, бай. Субтитры сделал DimaTorzok